World Food 2022 объединяет не только крутых производителей, но и классных спикеров. Один из них прямо сейчас с нами, Слухай Евгений. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Вы участвовали в форуме. Расскажите, о чем он был. Еще раз представлюсь. Меня зовут Евгений Слухай. Я являюсь фаундером, основателем стартапа ReCypeMarket. Это IT-платформа по дистрибуции, управлению, монетизацией трафиков, которые созданы для авторов кулинарных рецептов. Мы создали платформу, которая позволит, как сегодня очень интересно подметил организатор данного мероприятия, защитить права авторов, которые готовят рецепты. Мы дали им возможность монетизировать свой трафик. Мы создали возможность пользователям, подписчикам этих авторов, заказывать продукты под любимый рецепт прямо из социальных сетей. А чтобы полезный пост с тем или иным рецептом не затерялся в ленте, автора социальной сети мы размещаем у себя на витрине рецептов, где пользователи могут заказывать готовую продуктовую корзину под понравившими рецептами. При этом автор гарантированно получает процент от агрегации заказов. Мы для наших авторов сделали такую возможность почувствовать себя совладельцем нашей компании, поскольку прибыль от агрегации заказов распределяется в соотношении 70-30 в пользу автора. И, скажем так, сколько бы времени ни прошло, каждый сделанный заказ, принадлежащий тому или иному автору, гарантирует ему выплаты и вознаграждения от нашей платформы. Конкретно на форуме у вас был свой спич, свой кейс. Расскажите о нем подробнее. Ну, собственно говоря, только что я о нем уже начал рассказывать. И второй момент, то, что наша платформа является, помимо того, что платформы по управлению контентом и созданы для авторов, мы также создали возможность и реализовали функционал агрегации заказов для ритейлеров. Мы используем трафик наших партнеров, наших авторов для того, чтобы привлечь новые пользователи и даем возможность пользователям заказывать продукты новым способом под рецепт. Мы готовы на сегодняшний день уже выгружать готовые продуктовые корзины для таких крупных игроков, как Сбермаркет, Лента, Вкусвилл, Азбука, Вкуса. Собственно говоря, вот это если кратко. Евгений, а скажите, насколько часто люди с интересом обращаются к вам, приходят слушать вот на такие форумы, прибавляется количество? Очень интересный на сегодняшний день вопрос, потому что таких мероприятий, к сожалению, в области фудтех недостаточно. Мне очень приятно участвовать в этой инвестиционной панели, быть в финале отбора проектов. И если говорить о том, много ли мы где-то пичили, рассказывали о проекте, нет, это наше, скажем так, боевое крещение на таком уровне. И нам хотелось бы больше видеть именно специализированных таких вот мероприятий, поскольку очень сложно выйти спикером на финтех, либо еще на какой-то, скажем так, производственный форум и рассказать о своей IT-платформе. Поэтому здесь очень приятно быть сейчас здесь и иметь такую возможность рассказать о своем проекте. Евгений, а вы присутствовали всю неделю на форуме? К сожалению, вчера я не смог лично присутствовать. Мы следили онлайн за мероприятием, читали новости. И из новостей узнали, что несмотря на ситуацию, очень много прибыло гостей из иностранных стран, из иностранных государств. И для этого мы даже сделали слайд о размере рынка E-Grossery на английском языке. Хотели поделиться тем, что наш рынок, он открыт. Это тот, кто думает о бизнесе, не думает о политике. Это люди, готовые, несмотря на всю ситуацию в мире, работать и продолжать выстраивать бизнес-отношения с российскими стартапами. Для нас это очень важно. Ваши цели сегодня были достигнуты в полном размере? Или это какие-то долгосрочные проекты, все-таки, которым нужно будет постепенно идти? Заручились ли вы какими-то контактами? Я думаю, что если мы встретимся с вами через неделю, я смогу ответить на этот вопрос, потому что на сегодняшний момент мы рассказали о проекте, нам хочется получить фидбэк, нам очень хочется получить партнерские соглашения, инвестиционные, возможно, какие-то предложения, готовые войти в наш стартап. Я на своем пище показал слайд для инвесторов, который получит 20% доли компании, вложив 15 миллионов, и дивидендная модель предусматривает выплату по истечении трех лет 45 миллионов. Нам нужны контакты инвесторов, нам нужны соглашения, нам нужны партнерские отношения с ритейлерами и с агрегаторами, готовые с нами заинтегрироваться и объединить большое сообщество, большой комьюнити людей, которые смогут дополнительно получать доход, поскольку их хобби, скажем так, а возможность станет работой, это написание вкусных рецептов. Почему бы за это еще не получать деньги? Соглашусь, тогда желаю успеха вашему стартапу и успешного дня. Сегодня день еще не закончен, так что будем надеяться, что контакты уже не через неделю, а к концу дня будут. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok